МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С основными событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте! И в этом выпуске. На Василии не за горами, в селе Ней завершают строительство детского сада. Рабочие заканчивают отделку и уже собрали мебель. Урок мужества для студентов-первокурсников. В преддверии Дня защитника Отечества молодежи рассказали о важности армейской службы. Вернулись с победой юные фигуристки. Заполярье достойно представили регионные соревнования в Москве. Об этом не только в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска актуальная информация по эпид-обстановке. За прошедшие сутки в Ненецком округе зарегистрировано 3 подтвержденных случая коронавируса. В числе заболевших жители Нарьинмара и Каратайки. Об этом сообщается в региональном управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу. Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 992 подтвержденных случая. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки нет выздоровевших пациентов. На лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 находится 52 пациента. В том числе два бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 9 человек. Находятся на амбулаторном лечении 43 человека. В регионе зарегистрировано 3 летальных исхода от коронавируса. Напоминаем, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности, а также меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции. В том числе масочный режим, режим самоизоляции для граждан, прибывающих с территории других регионов. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. В Ненецком округе будет снят ряд ограничений. В ходе оперативного штаба под председательством главы региона решено отменить режим самоизоляции для жителей старшего возраста. А также открыть бассейны в дошкольных учреждениях. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. С начала года губернатору округа Юрию Бездудному поступали многочисленные обращения жителей региона о том, чтобы снять с режима самоизоляции граждан высокого возраста, которые уже прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Лица старшего возраста, кто прошёл вакцинацию, они не обязаны находиться на домашнем режиме, на режиме самоизоляции. Они могут ходить куда угодно, они могут, если они работают, выходить на работу. Это просьба внести оперативно изменения в 12 ПГ. Что касается перечня документов по прибытии граждан наземным или авиатранспортом, то здесь тоже внесены изменения по просьбам прибывающих в регион жителей. Расширив этот перечень и позволив людям и тем, кто вакцинировался, и тем, кто прошёл тесты ИФА, пребывать на территории при этом без ПЦР-тестирования. Ещё несколько обращений было связано с детскими садами. Родители просили открыть в дошкольных образовательных учреждениях бассейны. Вопрос был проработан Департаментом образования, культуры и спорта. Так, с 1 марта все бассейны заработают в прежнем режиме. Что касается проведения мероприятия на открытом воздухе, в данный момент вносят все необходимые поправки в постановление губернатора. У нас есть этот режим. Но скажу, что все настолько уже истомились от сидения дома, что хотелось бы какого-то праздника. Все эти праздники, о которых упомянул Антон Геннадьевич, они все будут проводиться на открытом воздухе. А температура у нас воздуха достаточно низкая, стоят крепкие морозы. Поэтому уверен, что это никоим образом не отразится на распространении этой коронавирусной инфекции. По плану 6 марта стартует марафон добрых дел. 20 марта пройдут соревнования по кроссу на снегоходах Бурандей. И 21 марта состоятся спортивные состязания оленеводов Сименхат-Мерита. Наталья Дуркина, Антон Водряков, Телеканал Север. В НИСе завершается строительство детского сада. Сдать объект планируют в марте этого года. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки представители власти и контролирующих структур в Канинский сельский совет. Тему продолжит Алина Ваучейская. В подготовительной группе детского сада НИСи непривычно тихо. Дети увлечены любимым занятием – конструированием. Мне тут нравится, потому что я люблю из Легу делать ботов. Я из них делаю и роботов, и машин. В небольшом помещении дошкольного учреждения достаточно уютная атмосфера. Коллектив всячески старается создать для маленьких жителей НИСи комфортные условия для пребывания. Проводят различные мастер-классы, интересные занятия. Дети, мне кажется, ходят в желание, им нравится. Мы здесь с ними рисуем, участвуем в конкурсах в окружных, в всероссийских, международных по рисункам. Дети занимают даже первые места у нас. Воспитатель Ирина Казакова сама когда-то выпустилась из этого детского сада. Будучи маленькой девочкой, в этих стенах она делала первые шаги. Дошкольное учреждение было построено в 1935 году. Спустя несколько десятков лет к основному зданию пристроили ещё два помещения. Когда и этих площадей не хватило, введение сада передали колхозную контору. Необходимость имена в новом здании детского сада нам первоочередна. Потому что в старом здании, как видите, уже размещаться мы. Оно скоро, так скажем, будет для нас опасным для проживания. И мы надеемся на новое здание детского сада, потому что там наполняемость, мощность зданий составляет уже 75 детей. Мы таким образом сможем хотя бы разгрузить вот эту очередность. Детей в НСИ достаточно. И даже двух зданий оказалось мало. Сегодня детский сад посещают 72 ребёнка. Ещё 18 стоят в очереди. Места всем не хватает. И воспитанники подготовительной группы вынуждены спать в музыкальном зале. Воспитанники расправляют топчан. Ребята приходят, расправляют сами себе кроватку, вытаскивают из мешка подушки. Пойдёмте, я вам покажу, где у нас подушки подушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот тут у нас выходит специальный типа что-то склада по коже. Но вот в мешках у нас размещается одеяло, подушки просто. В тесноте да не в обиде, как говорится. Впрочем, текущее состояние дошкольного учреждения можно смело назвать плачевным. На потолке и стенах трещины, а во время сильных ветров в группах становится холодно. К тому же инфраструктура в здании советской постройки осталась советская. В гигиенических комнатах горшки и рукомойники воду привозят бочками. Очень ждём. Мы ещё в ноябре ждали, потому что говорили, что садик откроет в ноябре. Потом говорили, что вроде как в феврале. А сейчас ждём в марте. У меня двое ребят, поэтому садик, конечно, нужен. Активное строительство нового детского сада в Неси началось в мае 2020-го. Одноэтажное здание из быстровозводимых конструкций обещали завершить к ноябрю. Как пояснили строители, сроки сдвинулись из-за введённых в стране ковидных ограничений. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы. Установлена современная сантехника и детская мебель. Продолжается проведение внутреннего электроснабжения, монтаж внутренних сетей отопления и водоснабжения, а также устройства тёплых полов. Первый раз приезжали сюда летом и смотрели на уровни фундамента. Сейчас, когда уже достроен сам садик, и строители говорят о том, что уже всё полностью есть необходимое оборудование для завершения строительства, мы сейчас посмотрели сами помещения. Новое яркое здание, площадью около полутора квадратных метров, предназначено для четырёх групп. В каждой спальне игровая и санузел, а также тёплая прогулочная веранда. Конкретно в этой спальне будет 20 человек, на расположении 20. То есть будет четыре вот таких спальни. Каждая, ну, ориентировочно от 17 до 20 человек, в соответствии по возрасту. Получается спальня, там комната игровая? Да, игровая. Здесь будут прогулочные, получают тёплые веранды. Прогулочная тёплая веранда. Это на следующих порогах, да? Ну да, зимой там где-то нужно будет играть. Поэтому там будут они прогуливаться. Кроме того, в детском саду предусмотрен мидпункт, пищеблок, зал для физкультурных и музыкальных занятий и служебные помещения. После того, как на объекте завершатся строительные работы и подрядчик обещает уложиться к марту, сюда завезут игрушки и необходимые для познавательной деятельности материалы. И самое главное, состоялась приёмка его. Это первая задача. Вторая заключается в том, чтобы посмотреть, как идёт вакцинация. Мы привезли сюда свыше 90 доз вакцинироваться. И мы посмотрели, каким образом организована работа по вакцинации людей, которые проживают в селе. Также в ходе рабочей поездки в НЕС представители департамента здравоохранения доставили в сельскую больницу противовирусные препараты, медикаменты, тесты для диагности коронавирусной инфекции и вакцину «Спутник ВИП». Привиться смогли 90 жителей Канинского сельского совета. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Ограничения отсутствуют. Как сообщает информагентство НАУ-24, зимник на Ренмар-Усинск открыт для всех видов транспорта. Временная дорога до села Тельвиска также функционирует без ограничений. По информации специалистов казённого учреждения, централизованный стройзаказчик на автозимнике работает 18 единиц техники. Производится расчистка снега и проливка его водой. Автозимник на Ренмар-Тельвиска также открыт для всех видов транспортных средств. Грузоподъёмность переправы до 30 тонн. Узнать актуальные данные о состоянии зимника можно в телеграм-канале «Дороги и зимники НАО». А также можно узнать информацию о дороге на Лаевош и Тельвиску. Уточнить информацию по зимникам на Усинск и Тельвиску также можно по телефону диспетчерской службы централизованного стройзаказчика 8 818 53 2 30 76. Напомним, обслуживанием зимника на Ренмар-Усинске в нынешнем сезоне занимается общество «Трансстрой». Дорогу до Тельвиски обслуживает и содержит общество «Автомаркет». Многодетные семьи из Ренмара и посёлка Искатели могут уточнить место в очереди на получении земельного участка по телефону или письменно. По информации Управления муниципального имущества и земельных отношений мэрии Нарьинмара, узнать об очередности можно, позвонив по номеру 8 818 53 4 99 69 или обратившись в письменном виде по электронной почте. На сегодняшний день в очереди на получение земельного участка состоит 251 семья. Многодетные из посёлка Искатели могут получить всю интересующую информацию об очередности по номеру 8 818 53 476 90. Для уточнения необходимо назвать фамилию. В преддверии Дня защитника Отечества для первокурсников Ненецкого профессионального училища провели урок мужества. Студентам рассказали о подвигах военнослужащих в современном российском оружии и о том, насколько важна служба в армии. Александра Литкова расскажет подробнее. Пострелять из настоящего оружия рад любой мальчишка, особенно тот, кто ещё не отслужил в армии. Традиционный урок мужества – отличная возможность узнать теорию и отработать навыки на практике. Сегодня ребята попробуют, пощупают сами, что такое наше советско-российское оружие и попробуют тот эффект, насколько оно мощное. А наше оружие самое мощное российское, и офицеры наши самые лучшие. Ребят научат тому, что им пригодится на всю жизнь. Альбина Поздеева – одна из двух девушек, которые обучаются в училище на автомехаников. Взять в руки оружие девушка не решилась, но в будущем не исключает, что может пойти служить. Я никогда не видела оружие вблизи, не трогала его, не знала, что это. Ну, я в моих только выиграю фемералы. Было интересно, я задумывалась об этом тоже, что тоже потом пойти в армию по окончанию учёбы, но не знаю. Приобрести оружие, на котором практиковались студенты, региональной общественной организации «ЩИТ» удалось за счёт окружного гранта. Рассказывая ребятам о советской и российской боевой технике, Андрей Рушников отметил о важности служения в армии. Сегодня поколение ветеранов Великой Отечественной войны уходит. Осталось поколение ветеранов Афганистана, первой и второй чеченской кампании. И мы видим наш долг – обучить и показать, и рассказать ребятам, для чего это необходимо. О своей военной службе ребятам рассказал и председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов. Парламентарий также добавил, что в нашем регионе практически нет уклонистов. И мы этим гордимся. Значит, у нас молодёжь хорошая, ребята и девушки замечательные. Поэтому мы хотим им пожелать быть настоящими гражданами нашей страны, настоящими патриотами. Уроки мужества проводятся в учреждениях округа не только в канун Дня защитника Отечества, но и к 15 февраля – Дню вывода советских войск из Афганистана и к Дню победы 9 мая. Окружные депутаты приняли участие в обсуждении проекта создания музейно-этнографического дворика в Нарьинмаре. Руководитель музейного объединения Ненецкого округа Елена Меншакова рассказала об идее благоустройства единого пространства по улице Тыковылки. Сейчас эта площадка выглядит неухоженно и портит внешний вид центральной части города. Музейно-этнографический дворик объединит здания Пустозерского музея, Центра народного творчества и мастерских этнокультурного центра. Площадка может стать местом для презентации Пустозерского в Нарьинмаре. Кроме того, такой дворик необходим для популяризации традиционной культуры народов округа, проведения мероприятий, занятий и уличных выставок музея и ЭКЦ НАО. Большую часть событий, которые происходят в этих локациях, происходит на улице, как правило. То есть мы используем прилегающее пространство, очень широко, особенно такие массовые акции, как ночь музеев, допустим, волонтерская тусовка. То, что мы не можем провести из-за того, что просто помещение не позволяет. На территории планируется разместить малоархитектурные формы. Но в завершении обсуждений депутаты отметили важность создания дворика и полностью поддержали проект. Он не только создает новые возможности для жителей нашего города, место встреч и место проведения мероприятий, но при этом проект еще и учитывает то, что он будет направлен на сохранение истории города и Пустозерский нашего округа. Поэтапная реализация проекта запланирована до 2025 года. В числе уже выполненных работ, получение участков, пользование, строительство и оформление арт-забора, проведение субботника по очистке территории сквера, создание дизайн-проекта, изготовление стендов для уличных выставок, проведение работ по межеванию земельного участка. Юные фигуристки из Заполярья достойно представили регион на соревнованиях в Москве. Девочки не только показали хорошие результаты, но и завоевали призовые места. Подробнее в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. Без падений в фигурном катании никак. Здесь достаточно сложных элементов, которые требуют хорошей координации и отличной физической подготовки. Девочки приходят в спорт в достаточно раннем возрасте, начиная с трех лет. И уже к шести годам фигуристки могут участвовать в соревнованиях, показывая свое мастерство. Я откатала от всей души, чтобы хотя бы что-то занять. Думала, что нет никакого места, потому что было не столько баллов, сколько у других. Но я не знала, что я заняла третье место. Без волнения, конечно же, не обходится. Как нам рассказали юные фигуристки, о нем забываешь, как только встаешь на лед. Все стараются выложиться на полную, ведь это для них не просто хобби. Девочки с горящими глазами рассказывают о своих любимых элементах. А близунья – это такой элемент в скольжении. Мы ставим ноги в крест, поворачиваемся и раздвигаем ноги. И рисуем на льду как будто круг, а потом назад ноги в крест. Тяжелые ежедневные тренировки дают свои плоды. Синергия трудоспособности и любви к фигурному катанию мотивируют девочек достигать еще больших высот. Фигурное катание – это такой по возрасту ранний вид спорта, поэтому уже в 14 лет спортсмены выступают на крупных всероссийских соревнованиях, поэтому в 6 лет – это зачисление на спортивную подготовку, а заниматься они начинают гораздо раньше. Шесть фигуристок достойно представили регион на соревновании «Февральские узоры» и даже привезли в округ две медали. Алена Носова встала на самую высокую ступень пьедестала по программе «Новичок», а Евелина Шестакова заняла третье место по второму юношскому разряду. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами на Севере.